И сразу начинаешь гулять по карте и инициировать. Например, Никс примерно такой же, но Никсу надо близь подойти. Примерно ты понимаешь, ну, по крайней мере, профессиональная команда понимает, про чего они играют. Сразу имеют сентри. А Клокерк, Смаки, давай пошел вперед. Смотрится неплохо. По поводу Мипа, я думаю, что не ожидали пика этого персонажа. Вообще, я при виде этого персонажа, многие сразу вспоминают Иху там, да? А я сразу про Эйтону и его шикарную игру на этом персонаже. Ну, посмотрим, как использует его кавалерия. Итак, еще раз напоминаю, что у нас идет первая карта. Braveheart против кавалерии. Ну, что же, и поехали. В Смаках находится Эр Спирит. Расставляют ворды. Еще один вард поставил для своей темпларочки в миде, чтобы ее, не дай боже, кто-то обижал. Ох, конечно, Джаггернаут с Арканой, да еще и с Адачи. Я так достаточно, первый раз так делаю в игре, но уж очень мне хотелось посмотреть. Я первый раз вижу второй вот этот стиль Арканы. Вообще, мне очень понравилось то, что валовы прислушались к комьюнити и, скажем так, ну, приняли к сведению, что они были недовольны и поменяли Аркану. На самом деле приятно. Некоторые опять все равно были недовольны, но это уже, прям, знаете, такие люди редко чем-то бывают довольны. Хотя, на самом деле, по поводу вкуса, на вкус и цвет не спорят. Ну и давайте сразу по лайнингам пройдемся. Мипа, конечно, отправится у нас на легкую линию. Легионка отправляется на сложную линию, где она будет стоять вместе с Никсом. В данном случае мы, предположения, были правы, оказались верными по поводу того, что Никс является соппортом. На боте у нас Дизраптор и Деггернаут будут стоять против Квакверка. Ну и парочка. Мипа. Расперед перемещается также на топ, а рубрику надо быть... Нет, на самом деле, кого могут убить, давайте подумаем. Легионка, она, в принципе, персонаж плотный. Подхилл есть, если что. Никса также, когда у него вторая была, он не так легко будет забирать. Но не общаясь, скорее всего, вот именно Никса убивать, потому что есть Лайстилер, у которого будет рейдж, у которого не страшны будут сплыни Никса как раз. Потому что, возможно, это будет основная цель. Даже не Легионка, потому что у него там Пурман Шилл, Подхилл, Стики. То есть, сложновато пробить. Мид Расперед. Вот, кстати, на самом деле, они прям могут попробовать и убить при хорошем... Вот, если у него пол ХП примерно даже так, как сейчас будет, то с появлением какого-нибудь третьего цапога на топуарке, то вполне вероятно. На боте Клокверк против Джаггернаута и Дезераптора. Тоже, на самом деле, будет он проседать. Когда вот у Дезераптора появится тот самый третий, сможет он климсовать, и уже к Клокверку будет уйти гораздо сложнее. Пока Мипа и Темпларочка формят примерно на одинаковом уровне. Ну, 9-4, в принципе, 11-3. Даже Мипа сейчас немножко опережает. Тут крипы проходят, дубинают. Третий левел. Так. Молодец, Стиклер уже агрессирует. Говорит, не подходите к моим крипам. Ванда кидает по Легионке. Ну, это странное решение. Опять же, я думала, что будет как раз Никса. Вот сейчас решили о Никса фокусить. Никс дает станчик в Аэрспириту, подхил от Легионки, подглюбает Карапаси. Ну, и отсюда уходит. Вот странно. Я думала, что уже... Ну, Легионка бы тоже скинула ему Ванды, но, в принципе, гораздо приятнее Никса было фокусить. У него не месов там по нему нет. Таких, как по сгрыженным, по маншилдам. Все, Гернаут собирает, конечно, фейзы. Ох, сегодня мы уже видели Джиггернаута с Лотаром. У него не заладилась игра. И надеюсь, что этот Джиггернаут все-таки будет собирать себе манта-стайл. Я даже более, скажу, я в этом уверена. Опять же, забрасывать Ванды от Лайфстиллера тоже манта лишнего не будет. И вообще, этот артефакт ему очень много дает, в принципе. Сплетить, фармить, всякие неприятные сплыть себе забрасывать. Опа, нападает у нас кокверк на Джиггернаута. Хорошо, что рядом Дезератор был. Потому что, на самом деле, прохарасил он плотно так. Но у него, в любом случае, фласка есть. Все, на кокверке тоже фласка имеется. Обратите внимание, конечно же, третья-четвертая получилась. Сразу подфармливают еще и леса. Сейчас линия подпушится, на линию выйдет. Наступает ночь. Пока игра у нас такая, как это даже сказать, пассивная, да? Ничего не происходит, нет фрагов. Ждем перемещения. Я вообще жду перемещения от Earth's Spirit, а все же... Или нападения, по крайней мере, от кавалерии по мужу Никсу и так далее. Вообще, Earth's Spirit должен был, наверное, даже... Вот только сейчас Мипа покажется. И хотя бы в лес пойти, посмотреть, как у Мипа дела. Испугался, что его тут накажут. Потому что эта пларка чувствует себя великолепно. Оставили ее тут одну полностью. Кто не мешает. Дизраптор вышел даже, чтобы левел попробовать пополчать, пока Мипарь фармит у нас леса. Ну, все это правильное решение. Ага, пларка делает тебе еще и стаки. То есть, опять же, молодец. Будет у нее потом, если что, заготовочка. Интересно, что будет раньше собирать такой агрессивный билл через сразу блинк. Либо через дезолятор, чтобы подфармить. Ну, опять же, с дезолятором она потом подфармить будет быстрее. Итак, Никс. У него есть стан, если что. Рейдж кулдауни. Поднимает его к Карапасе. Станчик по Ластилеру. Но тут уже Никсу никуда было не уйти. ПБ оформляет у нас Эр Спирит. И Кавалерия вырывается вперед. Мне так нравится их название команды. Прошу прощения. Просто прям приятно произносить. Не знаю, почему. Кавалерия напоминает нашу империю. Правда, да? Спить прям захотелось. Черт возьми, что со мной. Ну и так, Чаггернаут. Тоже фармит неплохо. Особо им тут... Так, Клокверк. Будет выход миг. Ну, юнит шестого уровня. И Дезраптор все это дело законтрен одним Держгимсом. На нападение от Эр Спирит и миг этого момента. Мы же как раз ждали. Очень здорово. Получается, Клокверк открыл внимание. Пока Темпларка, Рубик и Эр Спирит разбирались у нас с Мипарем. Мипаря убили. Потом еще и с Дезраптором разделались. Так как он уже свои сплы потратил. Мы переключимся на Нетворсы, чтобы убедиться, что Кавалерия немножко должна все-таки быть впереди. Так оно и есть. Ластилер дерется против... Ой-ой-ой. Ну, на самом деле... Нет, все-таки Ластилер эту Драку выиграл. Пойзы у него уже есть. Блэйдстоун. Блэйдстоун. Кстати, я думала, что легенг тоже приходит покупать. Ну, в любом случае, 4-0. Пользу Кавалерии. Просто одно звание. Крутое. Вот они и выигрывают. Вообще, я думала, что Брэйвхат так легко не сдадутся. Ну, я даже уверена, что Брэйвхат так легко не сдадутся. У нас тут еще будет заруба не на 14 минут, как на первой карте сегодня. Х-3 левел. Еще раз напоминаю, Х-3. Саппорт. Как Дезератор. Ну, немного, но тем не менее впереди. Диггернаут. Атакую. У нас коклика. Ну, Клокверк будет делать просто телепорт. Абсолютно правильное решение. Потому что крибы были далековато. И Джиггернаут провязывал бы Манга, либо Стики. И, скорее всего, его сомни слэша зарубил. Потом решил слетать на базу, подрегениться. Но теперь есть хукшот, который было бы тоже здорово реализовать. Например, даже в того же Мипаря. Вместе с Лейстиллером. Да какая разница, в Мипаря, а не в Мипаря. Боу персонажа на карте, на самом деле. Не могут его использовать. Главное пока убивать. Самим фармить больше. Не давать фармить противникам. Скан от силуфета мимо. Коклика. Мобильмс посадили. Даже не знаю, зачем мы посадили. Может, я хукшот не был потрачен. Просто так подумали, что телепорт сделал. Пятый левел Легионки. Легионка. Умерла только один раз. Так что не все так страшно. Арканы приобретает себе Рубик. Ждем активных действий с... Лейстиллером. Потому что он как раз только могут, в принципе, нападать на кого-нибудь. Ох, Лопер, кстати, молодец. На самом деле. На развороте неплохо продамажил и убил Дезераттора. Получилось сделать первый фраг. У Braveheart. Но до конца дрался. Фраг, кстати, как раз забрал Джагерна. Тоже неплохо. Это тот, кому нужно, скажем так. Ну, Дезераттора бы вряд ли этот фраг забрал, судя по тому, что он первым умер. Но тем не... Хотя вот, на самом деле, добил бы. Там же страйк было бы забавно. Первого левела. Это Лор Спирит. Приметать, транквилы. Пока что Тэмпларка собирается приобрести себе Блинк. То есть, более активно будет стараться играть вместе с Лайстилером. Кстати, Тэмпларка вот один из немногих мидеров, которые могут Лайстилера за место доставлять. Например, Квапа. Она вроде бы подходит, как машина по доставке Лайстилера. Но, тем не менее, она тратит Блинк. Ее могут зафокусить, если она прыгает за место. Тэмпларки хотя бы какие-то эскейпы есть. То есть, благодаря там рефрэкшену и молду. Посложнее это все-таки сделать. Кулдаун еще. Он не слэшит 40 секунд. Опять сейчас будет нападение на Клокверк и Клокверк, скорее всего. А где Эдизраптор? Ну, у него в Гримс, в любом случае, кулдау не был. 30 секунд до у меня, Саша. Тэмплар Ассасин с Хейстом. Можно было бы... Вот как раз они сейчас и занимаются тем, что пытаются забрать свой первый Тауэр. Пока Мипарь там в лесах и так далее. Формит. Ну и Тауэр, соответственно, не получится. А здесь откатился Гримс, я так предполагаю. И Клокверк сразу же отъезжает. Ну, честно, он был очень подкоцанный. У него были стики, он просто даже их использовать не мог. Рассчитывал на то, что подригинница Стронквилл и Рейндроуфы были. То есть, подольше он должен был бы жить теоретически, чем планировали. Был Брейвхат и мог бы на развороте сделать какой-то фраг. Надеюсь, даже он не слэш, не потратил Джаггернаут. Делает сейчас телепорт сюда. Клокверк. Может, попробовал на Джаггернаут ему явно выходить одному. Сложно, нужна еще какая-то поддержка. В лице либо Эр Спирита, либо Рубика и Эр Спирита. Например, какие-нибудь смоки, которые сейчас у нас они используют. Инфест Бомба через Эр Спирита. Но решили, что мы не на Джаггернаута пойдем, а пойдем на Мипаря. И, в принципе, на самом деле идея очень даже верная. Мипаря находят, получают Каинь. Тут еще украл себе Пуфа. Рубик. Ну и вперед дальше здесь находят у нас Тамплар Ассасин. Шестой левел был у Дизраптора. Ее быстро очень убивают. Ну а теперь за это надо мстить. У Дизраптора у нас имеется Глимс. С камнем промахивается Эр Спирит. Уже слишком далеко заходит Лайстилер. Ну вот еще здесь подхилл был от Легионки. Сразу сбросил Ванды. Ну и теперь приходится отступить. Теперь тратится Глимс. Надо драться. Дуэль от Легионки. За дуэль ее получится любить. Но не получается. Несмотря на то, что прилетает сюда Джаггернаут. И помогает Омни Слэшем. Играет Лайстилер. Амни там просто великолепно. Играл и как говорится выиграл. Но еще и тут помогал Рер Спирит. Который переманил на себя часть скиллов. И персонажей в принципе урона. Тим Брэйвхат. Ну и дал за это время спастись Лайстилеру. Ну и конечно не стоит недооценить. Хорошо поиграл в Армлет. В этот раз он в эту игру выиграл. Один в два получается у нас размен. До этого сначала убили Мипаря. Потом Лайстилер потратил Рейдж. И его смогли вернуть. Но потеряли Темпларку Эр Спирита. Конечно здорово, что останавливают фарм для Мипа. Но Темпларке тоже умирать не очень наверное хотелось. Что по... Здесь уже фарм заформил стаки. Надо Дезолятор. Так, Брэйвхат забирает у нас Таур на топе. Давайте посмотрим, что по айтемам. Даггер у Темпларки. Армлет у Лайстилера. Я буду более важные айтемы называть. Драгон Лэнс 1 у Мипа. Яша на Джаггернауте. Урна на Эр Спирите. Так, по графикам. Ситуация следующая. Небольшое преимущество у Кавалерии. Но на самом деле совсем уж небольшое. Даже вот видим, что отыгрались. Было чуть побольше. Брэйвхат вернулись в игру. Не сказать, что они прямо из нее выходили. Но проигрывали. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Темпларка, кстати, наравне идет с Мипарем. На самом деле это достаточно интересно. Но Мипа уже погибала два раза. Темпларка только один. Атака на Тубарку. Однако рядом находится Эр Спирит. Тубарочка начинает вгрызаться в Мипа. Мипа отправляется в таверну. Вот тебе и нападение. Карабаси. Проблемы сейчас должны быть еще у них Са. Подходит сюда Легионка. Ставится статик шторм. Адизратора, который также перетягивается на бот. Ластиллера вгрызается в него Легионка. Он дает дуэль. Опять Ластиллера. За эту дуэль Ластиллера зафокусить не получается. И Эр Спирит дальше продолжает гнаться за Брейфхат. Легионка отправляется в таверну. Еще и Клокверк здесь цепляет Дизратора. Ставится Коги. Это Тим Вайб от Кавалерии. Великолепный замес. Пулы просто были потрачены идеально. Можно было бы даже так сказать. Сразу хочется отметить, что дуэль давать Ластиллера. Ну, во-первых, очень сложно его зафокусить за эту дуэль. Прям много всего надо дать. Здесь же опять Ластиллера не зафокусили. Он успел уйти в... Сделать инфест. Ну и, соответственно, дальше уже поиграл опять в Армлет. Сыграл в Армлет и опять же выиграл. 4-11. Великолепно еще раз мечут драка от Кавалерии. Рубик собирает себе Даггер. Ну, тут по стандартному. На самом деле, не до сих пор по стандарту. Можно тут и Геллимер Кейбла какой-то собрать. Опять же, Форн Став. Но, наверное, даже Геймер Кейб в чем-то поприятнее. Решил больше в инициацию также пойти, чтобы всем прыгать. Там Пларкес, Даггера, Клокверк. Клокверкусу, Кукшота. Ластиллер вместе с Распиритом тоже могут вкатываться, как они уже сегодня делали. Мипа приехал. Ну, Мипа сложно. Его пытаются... Вот очень много ему, на самом деле, внимания уделяют, чтобы его убивать. Наверное, стоит самим попробовать что-то сделать, кого-то поискать и через дуэль легионки убить. Ну и Брюхат со мной, в принципе, согласна в этом плане. Они собираются вместе. Атака на Ластиллера, но в этот раз должны его зафокусить. Статик Шторм. Дуэль не выиграли, но хотя бы Ластиллера в этот раз убили. Все в него потратили, но убили. 5-12 становится счет. Это была первая смерть для Ластиллера. Здесь стоит отметить, что Ластиллер, может, немножко сам был виноват, в том плане, что он один находился. Как-то и слишком далеко уже под Т2. Никого не было видно. Ну и сейчас атака у нас от Мипаря. Опять же, атака не совсем удачная. Темпларка просто начала с ним драться и, скажем так, вместе с Рубиком одолели его. Никс был без Вендетты, Дезраптор был без Статик Шторма, Легионка без дуэли. То есть, в принципе, помочь особо они не могли. Зато... Как-то остался-остался. Наказали за то, что остался. Угибает еще Дезраптор. Опять же, фраг для Темплара Саасиан у нас. 300 голды. Неплохо за саппортом. Но это и шанс забрать Рошана. У Темпларочки уже есть Дезолятор. Подмина с Армором. Почему бы и нет? Неплохо было бы Ластилеру тоже подойти, что, в принципе, Ластилер делает. И немножко меня удивляет... Не то, что удивляет. Ластилер выбирает себе второй Дезолятор на команду. Ну, согласитесь, можно было бы, например, какой-нибудь даже... Ну, башер собрать. Ну, конечно, Дезолятор на Ластилере очень хорошо, но раз уже один имеется, то башер лишним, скажем так, не будет. Можно было бы, например, даже молнии собрать против того же Мепаря. В принципе, так достаточно часто делали раньше. Джиггернаут, как мы и думали, собирает себе Монта Стайл. Тут особо, в принципе, вариантов не было. Ну, не как в прошлой игре Алатар, да. Очень маленький Лел из Раптора. Восьмой Лел. Это саппорт Рубик практически двенадцатый. То есть уже по графикам. Сейчас давайте посмотрим. Ну, шесть тысяч по золоту, по опыту тоже около... Ну, немножко меньше. Забирают еще и Тауру Мидиа. Еще два внешних Таура остается для Кавалерии забрать. Ну и пока имеется Айдис на Томпарке. Наверное, стоит эти Таура забирать. Ничего не надо бояться. Увеличивать, продолжать увеличивать свое преимущество, не останавливаться. Не давать команде ничего вообще вражеским... Вражеской команде что-то там собрать. Какие-то айтемы, потому что... Мипа уже с Даггером. Так. Пальтикан или Клокер. Клокер через Плодмейл пошел. Но, опять же, поздновато. Поздновато остальная команда подошла. Подошла Темпларка. Темпларка просто... Это Айгис. Но вот теперь можно будет попробовать что-то с Ай... Сделать. Хотя... Хотя Рубик украл у нас Блэдфюри. Раскрутился. Омни Слэш от Джиггернаута пошел. Темплара Ассасин погибает. Эрспирит подошел слишком просто. Раскастовывает свой ультимейт. Теперь уже Блэдфюри от Джиггернаута. Рубик также отправляется в таверну. Проблема еще и у Лайс Тиллера. Минус Лайс Тиллер. Выживает только один Эрспирит. Пойдут ли за ним дальше? Мин попрыгает через Блэдфюри. Эрспирит укатывается. Ну, его возвращает на Глимс. Тимвайп от Брейвкат. Великолепно сыграно. Начал... Ну, испанули клокверка в виде. Прямо, знаете, такой конвейер гейминг, как говорится. Сами виноваты полностью Фина. Гораздо было бы правильнее просто отдать клокверка. Но подумали уж, что у них слишком большое преимущество. Что вот у Плара Ассиана Егис. Она такая одна прыгает, получает дуэль. И на этом уже все пошло не по плану. То есть уже дрались для себя не очень хорошо. А Мипа такой персонаж, которому только дай шанс. Которому только дай, я не знаю, ошибись. Но здесь на самом деле они допустили ошибку. Дезераптор у нас погибает от клокверка. Забавно. Так, по поводу... Тавр забрали. И сейчас интересно будет посмотреть на графике, сколько комбайкнули в Brave Cut. Легионка приобретает себе Блэдмейл. Опять же, мне выбор этого артефакта очень нравится. Хотя очень зачастую в последнее время Легионка, которая стоит в миде, либо 1-1, Она чаще всего собирает себе армлет. Здесь же, например, через Блинк и Блэдмейл. Ну, тоже достаточно хороший айтек билд. Мне, например, нравится больше, чем армлет. Клокверк у нас под руной инвиза. БКБ появляется в топ-парке. Сейчас зафокусить ее будет в разы сложнее. Никс приобретает себе Блинк. Еще раз я напоминаю, что Никс саппорт, поэтому не обращайте внимания, что Блинк такой поздний. Дизраптор не даст. А Джаггернаут у нас, кстати, после Манта Стайл выбрал себе Скади, чтобы быть более статовым. Честно говоря, я думала, что немножко по-другому будет собираться. Ну, например, я предполагала, что постарается раньше приобрести себе какую-нибудь бабочку. Скади тоже понятно, для чего замедление это всегда очень здорово и так далее. Но здесь два персонажа, которые бьют достаточно жестко с руки. И бабочка также смотрелась бы очень неплохо. И для ультимейта, и в принципе. Прыгает у нас Легионка, прожимает Блэдмейл, однако Рубик на реакции уже с Блинком также успевает уйти. Ну и сейчас можно попробовать самим контр-иницировать. Прыгает Клоквер, попадает хоршотом по Легионку. Легионка начинает проседать. Неплохой стан от Никса, в которой Церус сперет. На Дизраптора. Дизраптор успевает поставить статик шторм, но сам, конечно же, здесь отправляется в таверну. Но Легионка также умирает. Ну и минус два от Кавалерии. Ну и что, по графикам, да. Ну вот уже у Кавалерии преимущества осталось только две тысячи. На самом деле... У Топаркио все очень здорово. Нео и БКБ, да, Вера, и Тизолятор. Сейчас берет себе... Интересно, сделает либо бабочку, либо... Нижнюю башню сил света... Пищеварятов достаточно много, либо в урон тоже пойдет. Бабочка смотрелась бы неплохо. Мне, например, кажется, что... Как поступит. Еще, посмотрите, Рубик у нас отлично украл статик шторм. Найкс зарез в дракона. И это... Возможно, Тауэр стоит на Топе забрать. Последний внешний Тауэр. Там уже и Крашану дело будет близко. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. По графике открывала. По айтамам, что поменялось. Ну, у Мидас я говорила, Даггер говорили. Здесь ничего не поменялось. Манта Стайл Скади собирает. Вот Терилбейт я еще не говорила, что появился у Мипаря. Мипа. Получается Сайленс. Пытается уйти из телепорта. Ну, и здесь сбить его нечем. Рядом был Микс. Но он, наоборот, мог бы помочь в случае чего. Рубика рядом не было. Аэрспирит также будет покупать себе Блинк. Супермобильная команда. Рубик Блинк. Темпларка Блинк. Аэрспирит Блинк. Лайстиллер будет в ком-то. Клокверк будет с фукшота заходить. Прям, знаете. Плыгает. О, прыгает у нас Легионка на Клокверка с дуэлью. Отлично. Уже 28 выигранных урона за помощью дуэля. На самом деле маловато, кстати. Но хотя бы сколько. Недавно как раз мы смотрели игру. Не сниживая с лотцом. Там вообще за 40 минут не было ни одной дуэль выигранной. Нападение на Никса от темпларочки. Темпларка была под БКБ. БКБ была прожата впустую. Находит еще Рубика. Рубик ставит статик шторм. Который у него был еще со времен. Он тогда в последний раз крал его под фил. Ну и... Он жил... Он пытался жить. Под фидели. Сначала Клокверк опять же в миде. Соло здесь Рубик. Темпларка. Нападение на Никса. Она подумала себе. Ох, сейчас я его за БКБ раскатаю. Кстати, я была не права. Приобрела себе сразу же муншард для скорости атаки. Ну, а бабочку решила после него собирать. 3200 на руках у Джаггерната. Конечно же, будет Скади скоро уже. Очень скоро. Опять же, Джаггернат не очень мобильный. Ему все-таки плинк было бы как можно быстрее иметь. Саша Яша на Ластире. Не знаю, Саша Яша на Ластире в принципе не редкость. Опять же, все... Очень многие даже собирают. Ничего сказать нельзя. Но... Почему не Башер? Почему, например, не Башер? Либо не Молнии. Не знаю. Молнии вообще сейчас такой... Под соотношением цена-качество артефакт, наверное, топ-1. Ну, не топ-1, но в целом он очень хорош. Очень много урона, если вот посмотреть. Выдает потом по графикам. Сейчас этот артефакт. Никс прошел в Севендетте по Сентри. За это его наказали. Рошан появился. Опа, Кокверк еще находят у нас. Кокверк... Бледмэл. Шот. Ставится у нас Коги. Статик Шторм. Дуэль у нас крадет Рубик. Прыгает Эр Спирит. Получится ли убить? Все-таки размен произошел Кокверка на Легионку. Но здесь еще добивают Дезрактора. Мипа решил отсюда свалить по-добру, по-здорову. И я абсолютно прав. Два фрага достаются на Плара Сассин. В итоге размен в целом один в три. И не знаю, даже на ХГ заходить, наверное, они не станут. Гораздо было бы поприятнее забрать Рошана. Что сейчас Кавалерия и будет делать, в принципе, наверное. Нет? Нет? А, ну же Нексвин Деттик готов рваться с блинка. Омни Слэш у Джаггернаута также есть. Кентварка начинает грызаться в Рошана. Отправляют Люзи. Наверное, было бы здорово, если бы они сами опошли. Пробовали именно хотя бы там Распирит с Рубиком и Лайстиллером. Но Лайстиллер просто в древнем драконе расправляется с крипами. И вообще-то думали, что такие игроки, они уже исчезли. Но нет. Знаете, как можно тут сказать более правильно? Да и пендривался. Ну, не знаю. Честно, пойдет ты с Тампларкой забери Рошана. Либо просто сами с таким количеством даггеров прыгните и убейте. И теперь, скорее всего, вы просто отдаете Рошана за ничто. То есть, сами подвидели и еще и Рошана отдали. Но, честно говоря, чувствуется уровень команды. Потому что играли бы команду чуть более высокого уровня. На месте кавалерии они бы давно уже закончили. Ну, не давно закончили. Но вот таких вот ошибок явно не допускали. И Рошан бы точно им достался. Не было трех персонажей. Идите на Рошана, убейте. Но нет. Сканди появляется на мипа. Мип очень статовый. У него сейчас и Аеги смеется. Что-то бессмерти не бывает. Алибард у себя это ребенка. Опять же, выбор этому вполне понятен. Тампларку на Лайстилера. Лайстилер подформливает. Что, Лайстилер хочет себя нафармить? У него 2000 есть. Тут, вообще-то, вариантов достаточно много. Мне все равно Аганим нравится. Хотя его сейчас собирают достаточно редко. Начинается замес. Стоит статик шторм. Сразу сбрилили Некса. Но Лайстилер отправляется в таверну. Опять же, драться против мипа сейчас просто очень опасно. У него, в принципе, Аегис. Я не знаю, как его хотят убивать. Был подратен статик шторм. Дальше пойдут, наверное, либо по миду, либо по боту забирать очередной тавр. Потому что тавр... Ну, дать саппортом какие-то денежки и так далее. Лайстилер, кстати, если что, без байбека. Собирает себе керасу. Ну, не знаю, лучше бы уж керасу тогда сразу собрала. А не Сашу Яшу. Он абсолютно вообще ничего не делает против мипаря. Ну, просто ноль. Был бы забавно, если бы успела откатиться в дуэль. Ну, там парка вот уже с бабочкой. Там парка дамеджа наносит много. Эту парку убить сложно. У нее и БКБ бабочка такая непробиваемая. Но зато остальные пробиваемые. Ну, это как раз, наверное, в этом парку надо стараться тратить легионки дуэль, чтобы ее убивать. Прошу прощения, еще не до конца выстрела. Очередной раз находят Лайстилера. Ну, вот, конечно, Лайстилер закидывает. Притом закидывает, знаете, так неплохо. Во-первых, по выбору айтемов. Во-вторых, по передвижениям. В-третьих, 3-5-4 для Кэрри команды, наверное, не лучший счет. Если учесть, что они выигрывали, Джиггернаут, например, отыгрывает 6-1-9. Как-то поприятнее смотрится, согласитесь. Так, прыгает Earth Spirit. Ну, пока так просто. А вот куда прыгает легионка, это гораздо более неприятно. Легионка прыгает на Темпларку. Темпларка под БКБ живет как можно дольше, старается жизнь. Однако, все-таки отправляют ее в таверну. Слишком много дэмэджа, там еще статистка шторм стояла. Пока БКБ было не так чувствовалось, но дальше уже пошло-поехало. Темплар Ассасин без байбека. И это, наверное, самый ключевой момент. Ребята из Кавалерии не стали ждать, пока им сломают все стороны. Написали Good Game Well Played. И, в принципе, наверное, их можно понять. 33 минуты потребовалось Braveheart. Для того, чтобы закончить первую игру, стоит отметить, даже несмотря на не совсем хорошее начало, они оказались сильнее своих оппонентов. Но стоит отметить, наверное, что Кавалерия как будто сама им эту игру отдала. Несмотря на то, что вот Тупларка неплохо играла, потом Расперид вроде бы делал все достаточно неплохо. Но вот эти соло-отдачи в какой-то момент это Клокверка и Ластин.